Тора, великим мудрец Рамбан, его звали Нахманит. Он жил из Испании, он переехал в Израиль тысячу лет назад примерно. Есть Рамбам, Рамбам, это был Маймонит, его называют, да, он жил в Египте. Он жил в Египте, был доктором, врачом у египетского фараона, царя. И, значит, тысячу лет назад жил, это не фараон, уже были цари, как и потом, да, султаны, у египетского султана. Это был Рамбам, а Рамбан жил в Вероне, по-моему, он жил в Испании, не Вероне, в Испании, в каком-то городе испанском. И он тоже был врачом, и он переехал в конце жизни в Израиль, Рамбан. Он был кабалист такой, его комментарии на Тору, он основан на кабале, он мистик был. А Рамбам, который в Египте был врач, он, наоборот, был не мистик, он был такой рационалист, вот именно все воспринимал рационально. У них разный такой, чуть-чуть был ракурс. И Рамбан, он свои комментарии, он заканчивал, у него были очень глубокие комментарии, базирующиеся на кабале, на тайном знании, как устроена духовная структура мира. И он в конце комментария часто писал такую фразу, с которой мы начнем сегодняшний урок. Фраза такая, а мы вин, я вин. Он говорит, понимающий поймет. Значит, кто не понял, тот не понял. Да, понимающий поймет. Все, мы остановились на четвертой главе. Четвертая глава, причем в этой четвертой главе сегодня, вот мы сегодня как раз, видите, я прямо вот этот комментарий, прямо весь подчеркнул почти в каждую строчку. Очень интересно. Маленькими буковками комментарий, который разъясняет там вопрос, значит, вопрос богатства. Вообще, вот люди стремятся там разбогатеть некоторые, все, но царь Самон пишет в шестом отрывке четвертой главы, он пишет, до того, как я скажу, что он пишет в шестом отрывке четвертой главы, я скажу намерение, ради чего мы сейчас учим Тору. Лично я, и так как я провожу урок, посвящается этот урок, мы сейчас находимся в предпоследний день перед Йом-Кипуром. Завтра будет последний день, и вечером наступает Йом-Кипур, это самый святой день, Шаббат-Шаббат называется. Это день, когда закрывается вот этот вот десятидневный рентген, в котором мы сейчас находимся. Сейчас мир находится в десятидневном МРТ, таком, да, то есть мир просвечивается на предмет соответствия объективному добру, и вот каждый из нас индивидуально, мир глобально. И я посвящаю наш урок, чтобы мы сегодня создали столько света божественного, чтобы объективное добро в мире, оно победило. И чтобы действительно вот в этот Йом-Кипур, на небе, когда закрывается и как бы есть матрица, приговор на будущий год для каждого в отдельности и для мира в целом. Чтобы постановили, чтобы все войны закончились, все злодеи были уничтожены, исчезли и стерлись с лица земли. А все добрые, хорошие люди, они получили то, что нужно добрым, хорошим людям, а добрым, хорошим людям нужен мир. Шалом, любовь, добро, хорошее отношение, улыбки и так далее. И вот чтобы на Йом-Кипур постановили, чтобы вот эти злодеи, которым мир не нужен, чтобы они все были стертые, а добрые, хорошие люди, чтобы прямо процветали. И чтобы мы с вами, я уверен, что все, кто ходят на родивая игра, относятся к категории добрые, хорошие люди, чтобы мы в этом году процветали в физическом плане, было много энергии, в эмоциональном плане, много благодарности, в материальном плане, чтобы все было и нам за это ничего не было. Вот сейчас мы как раз, и вот сейчас, к этому моменту, после того, как вы скажете «Амэнь» и «Благословляющий» будет благословлен, и чтобы всем было, друзьям, партнерам, спонсорам Вайкраи, всем добрым, хорошим людям и всем участникам уроков, чтобы было все хорошо. И после этого мы начнем узнавать, что такое объективное добро. И вот шестой отрывок, это отрывок, который советуют многие заучить наизусть, и именно сделать его девизом в своей жизни, что то в млоках нахот лучше полная пригоршня приятности, нахот это когда, ну вот, знаете, из такого слова нахот приятно, то есть в этом слове нахот это не быстро, это не без напряжения, это без каких-то там сложностей, это такая вот приятная светлая приятность, вот переводится приятность. Так говорит Саш Салмон, лучше полная пригоршня приятности, чем полные охапки через изнуряющий труд и огорчение для духа. То есть это очень такая важная фраза, которая, если сделать ее девизом в жизни, то человек не будет ломиться. Вчера вот у меня была коуч-сессия с одним, ну он там ходит в 30 человек, ходил до 30 лет Форбса США, не Форбса Россия, Форбса США, 30 до 30 лет. И он такой гениальный вообще парень, просто гений, которые там с детского сада уже, ну вот просто есть у людей гениальная голова, да, вот он там математика проходил за год трехлетнюю программу еще в школе. И он всю жизнь достигал, по бизнесу достигал, проекты, проекты, проекты. И вчера вот мы с ним сели, я говорю, ты можешь вспомнить какие-то свои достижения, успехи? Он говорит, я как-то даже не успевал порадоваться. Я говорю, а зачем ты дальше-то бежишь? Ну куда? То есть если ты тем не успевал порадоваться, а какой смысл в следующих, да? То есть все время бежать за следующей морковкой. И вот мы вчера сели, вспоминали его достижения и вспоминали тех людей, кому он благодарен за эти достижения, которые с ним тогда были. Я такого не видел, вы знаете, он просто вначале был такой озабоченный и, ну такой прям вот сероватого цвета в компьютере, да, он в силиконовой долине живет. А в конце, когда он вспомнил эти достижения, каждому достижению вспомнил трех людей, кому он благодарен больше всего, которые ему помогали. Он сиял, просто у него было, он говорит, я просто даже не представлял, что есть такая радость. То есть он ничего не изменил в сегодняшнем дне, а он просто, как бы, это еще нельзя сказать, научился радоваться тому, что есть. Он просто попробовал, протестировал, а что это такое, фокусироваться полтора часа на благодарности, а не на том, чего тебе не хватает. И вот здесь как раз это вот в этом вот весь, в этом отрывке как раз эта сущность изложена. Что лучше пригоршня, полная, полная это когда ты вот завершенная, ты уже получил. То есть у тебя есть уже эта ручка, она есть уже у тебя, ну возьми, она уже у тебя есть, порадуйся ей. Ты же когда-то хотел ее, когда покупал. Так лучше полная пригоршня в бенахат, когда тебе приятно, чем полные охапки, но изнуряющего труда и чего огорчение для духа. А когда человек видит то, чего ему не хватает, у него всегда огорчение для духа. У него не может быть, а чужему быть не огорченным, если ему не хватает. Все, мы на этом остановились. В шафте они, в РМ, Эвель Таха Ташемеш. Он, дальше царь сам, он повернулся в другую сторону. Он повернулся от достижений к отношениям. То есть если у человека сфера достижений, и мы жили в обществе, в котором прославлялись достигаторы, там, давай-давай, все. Эти прославлялись, эти достигаторы. И он говорит, а давайте-ка посмотрим на что? На отношения. Он говорит, повернулся я и увидел, что есть еще один пар. Пар это Эвель. Ну, суета переводят, но по факту это пар, это что-то несущественное, ненастоящее. Под солнцем. Ешехат, он говорит, вот есть человек, он остается один. Веншини. И нет у него второго, нет у него пары. Гамбен Вах Энло. И сына и брата нет у него. Венкетсли Коламало. И нету конца всему его труду, его вот этому изнуряющему труду. Гам Эйно. Глаз его. В единственном члене песни, сейчас я объясню, почему именно глаз его. Тут все шифры такие. Глаз его не насытится богатством. Глаз его не насытится богатством. Улеми Аниамель. И для кого я труджусь, вот этот Амалит изнуряющий труд. Умихасерет Навши. И ограничиваю свою душу. От добра. Митува. Гамзе Эвель. Веньян Рау. И это все, говорит Эвель, и аспект очень плохой это. Говорит царь Саламон, мудрежь из людей. Давайте разбираться. Есть один и нету у него пары. Значит, я когда это читал, я прямо вспомнил еще одного своего клиента в коучинге. Бизнесмен, который отпахал как просто машина. Знаете, машина. Как раз вот я его сразу вспомнил. Потому что, когда написано здесь, глаз его, не глаза его, а глаз его, не насытится богатством. И объясняют комментаторы, почему глаз написано в единственном числе. Что человек бывает настолько сосредоточен на своей цели, что у него два глаза соединяются, у него как один глаз. Он не видит там никаких посторонних вещей. Он просто такой целеустремленная машина. И вот этот мой клиент, о котором я говорю, он, для него ценность, результативность и целенаправленность одна из главных его ценностей. И вот поэтому он такой прямо, вот вижу цель, не вижу препятствий. И он видел цель до 40 лет заработать определенную сумму денег, создать огромную компанию. И он добился этой цели в 40 лет. Но сейчас у него единственный вопрос, который его сейчас волнует, жениться. А пишет царь Соломон, есть один, а нету у него второго. И сына у него нету, и брата у него нету. Что значит сына и брата нету? Сейчас пошла такая мода в мире, что типа, женишься потом. Заработай вначале денег, стань на ноги, а потом женишься. И вот люди тянут там до 30, до 40 лет. Тянут, тянут, потому что, а где эта граница, стать на ноги? Для кого-то стать на ноги, это одно, для другого, другого. И общество говорит, потом женитесь. Особенно женщины там их обманывают. Потом выйдите замуж. Потом замуж не выйдите. Это иллюзия. И мужчины тоже. Чем ты старше становишься, тем сложнее тебе жениться. Вот у меня старший сын женился в 21 год. Да, они два были вот прямо ребенка такие, да, можно так сказать. После Ешива он там... Все, они вместе женились, они вместе растут. У них родился ребеночек, они вместе выстраивают свою жизнь. Они еще не сформированные личности, им легко формироваться вместе. А когда человек в 40 лет, у него уже ручечка должна лежать здесь, а книжечка должна лежать здесь. И все. Я уже так 10 лет делаю, или 20. И оба уже когда женятся, они уже приспособлены жить самостоятельно. Они уже не боятся жить самостоятельно. И чем ты старше становишься, тем сложнее тебе получить вот этот вот парус, который ты станешь одним целым. И он говорит, Ешиха от Веншини есть один, и нет у него второго. И сына, и брата нет у него. Но сына, понятно, у него нету, потому что если он не женат, так у него и нету сына. А брата почему у него нету? Потому что брат, это тоже куда надо вкладывать время и силы. И чаще всего человек, который сосредоточен на создании материального богатства. Здесь именно про такого говорится. Нету конца его вот этому изнуряющему труду. Потому что есть 100, он хочет 200, есть 200, он хочет 400, 400, хочет 800. То есть остановки здесь нет. Глаз его, когда он устремленный, долгое время двигается к деньгам, он не насытится этими деньгами. Его потребность это создавать деньги, а не получить деньги. То есть он просто настроен. Человек же это как робот, он привыкает к каким-то мыслям, действиям и так далее, к каким-то схемам. Нету конца его труду вот этому. Глаз его не насытится богатством. И он говорит, а итог какой? Велимиа, не Амель, для кого я тружусь? Для кого это все было? Потому что если нет жены, нету сына, нету брата. Для кого? Значит, для кого они михасерет навши? Для кого я как бы ограничиваю свою душу? Это говорит он, эвель, пустота и плохой аспект. Теперь вот здесь как раз пошел вот этот вот комментарий про богатство. То есть, а как? Значит, люди, вот смотрите, здесь он объясняет теперь про деньги. Я сейчас тогда поставлю вот этот телефон, чтобы рукой не держать. Вот. Объясняет он про деньги. Когда бог создавал человека, он ему создал вначале, весь мир был его, и все, что человек хотел, он сразу получал. То есть, первый человек, он был совершенно идеальный отражения бога, по образу бога. Он, вот он видел, например, что-то, да, мир, и хотел что-то получить и брал. Но он брал ровно столько, сколько ему было нужно для выживания. И абсолютно он был в такой полной идиллии. Потом бог видит, а бог зачем его создал человека? Чтобы человек выбрал добро. Но должна же быть свобода выбора. А у первого человека не было свободы выбора, потому что он был полностью в таком ясном уме, абсолютно. И у него не было даже никакой идеи, чтобы выбирать какое-то зло. Зачем? Если есть добро, зачем выбирать зло? Тогда бог говорит, это неинтересная игра. Интересна будет игра, если будет выбор. Если будет реальный выбор между добром и злом. Но человек, он как бы, он даже не думал, что можно выбирать зло. И тогда бог сказал, нехорошо человеку быть одному. Создам я ему помощника против него. Эзер кэнэгдо. То есть, усложню условия игры. Да? То есть, как программисты создают игры. Так же бог создал вот эту всю нашу сегодняшнюю историю. И он ему создает помощника против него, написано. Женщина. Вторая половина. Он ему создает вторая половина, с которой он полностью связан эмоционально, интеллектуально, физически. Они соединяются и становятся одной плотью. То есть, когда они соединяются. Причем, интересно, я недавно знал такую мысль красивую. Что от мужчины заходит в женщину только сперматозоид. Одна клетка. А женщина, она как бы, получается, размножается как почкованием. То есть, ребенок, это реальная часть женщины. Это как ее орган, который в ней вырастает. Полностью он состоит из женщины. Из мужчины там одна клетка. А из женщины полностью ребенок. Поэтому связь ребенка с матерью больше, чем связь мужчины с ребенком. Потому что все-таки он вырос внутри матери. Он часть, прям настоящая часть от матери, ребенок. И получается, он создал эту женщину. Они с ней эмоционально связаны. А женщина, она смотрит вокруг. В этом ее сущность. И она возжелала. Она дерево, от которого нельзя было есть. От плод познания добра и зла. Она возжелала. Мужу сказала. Муж съел тоже. Она съела. Муж съел. Бог говорит, как же ты нарушил мою волю. А он говорит, а я не нарушил. Это говорит, жена, которую ты дал мне, она мне сказала, ешь. От дерева я не ел. То есть, он от дерева не брал. Бог сказал, от дерева не ешь. Он от дерева не ел. А жена, которую ты мне дал, я от нее ел. То есть, у любого человека, который делает зло, у него всегда есть оправдание. Всегда. С тех пор у любого человека есть возможность придумать себе отговорку. И он сразу же человек говорит отговорку. Женщину он спрашивает. А ты что? Он говорит, а я вообще не слышала, что нельзя есть. Это значит, мне муж сказал, но я как бы от Бога не слышала. А вот змей, который вот это он. Все. Значит, все, никто не виноват. Как в жизни бывает. Кто виноват? Никто. Нету виноватых. Ну, точно не я, кто-то другой. То есть, каждый говорит, что виноват другой. И это было предисловие. Значит, Бог сказал в этот момент, он говорит человеку, тебе, значит, наказание визия тапеха тухаллехам. В поте лица будешь есть свой хлеб. Это было проклятие на человека. То есть, это было усложнение его жизни. Теперь, для того, чтобы получить себе пропитание, недостаточно подумать об этом. А нужно что? Напрягаться. В поте лица будешь есть свой хлеб. А женщине он дал много других разных проклятий. Девять проклятий он дал женщине. Усложнил ее жизнь до... Очень серьезно, чтобы ей не было там свободного времени. То есть, нельзя, чтобы у женщин было свободного времени. Они сразу, как бы, у них очень голова быстро работает. И они не туда уходят. Им надо обязательно, чтобы было занятие. А мужчине одно занятие. В поте лица добывать свой хлеб. Теперь, значит, на человека было постановление. Я сейчас просто перевожу. Значит, делать Иштадлу, делать усилия. Усилия адекватные и такие небольшие, да? Для того, чтобы достигнуть то, что ему нужно для жизни. Все. Это то, что на него было постановлено. Но для того, чтобы лейташер, для того, чтобы разбогатеть, чтобы получить намного больше, чем тебе нужно для выживания. Значит, есть три пути. Это Равзамир Коэн. Ну, он по Торе, как бы, это вывод из Торы. Значит, он нам приводит. Три пути есть, да? Для того, чтобы разбогатеть, чтобы было много имущества. Есть три возможности. Первая возможность – это постановление Бога, чтобы он был богатым. И, значит, потому что так у Всевышнего есть какие-то большие процессы. И вот именно этому постановлено, чтобы он был богатым. Именно очень богатым. И поэтому он говорит, «Мемеле эн сорок беребуэй штудлут». И этому человеку, которому есть постановление с небес, ему не нужно сильно напрягаться. Ему попрет. Как попрет? Есть много путей у Всевышнего. Почему попрет? Но все миллиардеры, их 2,5 тысячи человек в мире, они знают, что они миллиардеры не потому, что они в тысячу раз умнее, чем другие. Они не в тысячу раз больше работали. Они не в тысячу раз какие-то придумали сверхоткрытия, да? Потому что все зарабатывают на одном и том же. Но это было постановление с небес. И не нужно сильно напрягаться. Чтобы стать миллиардером, не нужно сильно напрягаться. А нужно, чтобы было постановление с небес. Второй вариант это выбор в добро. Человек выбирает добро. Из-за того, что он, например, приводится сгулот, это средства, которые являются причиной для вызова вот этого благословения от Бога. Например, соблюдает шаббат, который является основой благословения, почитает жену. Тут есть тоже, я не буду сейчас туда вдаваться, но есть очень такой источник благословения финансового, материального, это почитать жену. Дает сдаку, причем тут написано такое слово низгар, то есть он остерегается бы мотан сдака, то есть почему? Например, ты у Всевышнего просишь какую-то сделку, хочу там заработать, а тут тебе кто-то подошел, что-то попросил. Ты говоришь, отвали, ну я, видишь, занят вообще, что ты ко мне пристал? Пожалуйста, дай мне, дай мне, дай мне. Вот нужно быть осторожным. В такие моменты, когда ты что-то просишь, нужно обязательно быть дающим, стараться помогать, давать и так далее. И бенетилатья даем биберкат амазон, все, что связано с едой, потому что еда это как бы символ вот этого вот благословения, и то, как человек кушает, относится к еде, это тоже вызывает или перекрывает благословение. Ну и так далее. Теперь получается, что, ну если у человека он тут приводит сносочку, если у человека есть какая-то кзира, как есть постановление, кто-то будет богатым, ему сильно прет, а у кого-то может быть постановление, что он не будет богатым, что бы он ни делал. Но если он делает все вот эти сгулот действия для того, чтобы стать богатым, то, пишет он, он получает свою награду за эти заповеди только другими путями. Например, у него прекрасная, там огромная ему нахот, вот эта приятность от его детей, у него прекрасное отношение с женой, там может быть у него прекрасное здоровье. То есть ему постановлено, что он не будет богатым по какой-то причине. Но если он делает вот то, что вызывает это благословение, то ему оно будет обналичено в других сферах жизни. Третий способ разбогатеть, это через грех. Грабеж, насилие и ошик, это притеснение других. Потому что есть пхера, есть у человека выбор. И он может выбирать по условиям игры этой жизни и зло, и добро. Ну, и тогда, и может он даже лифроц ломать постановление Всевышнего, то есть человек же это отражение Бога, по образу подобию Бога. Но что? Только что в конце он будет наказан за вот эти действия, то есть будет отдача за его выбор зла. И получается, что в итоге он все равно потеряет и будет страдать намного больше, чем то, что он зарабатывает и получает удовольствие. Значит, какое-то короткое время. Мы видим, что очень часто те люди, которые там Пабло Эскобар, мне пришел в голову, в 42 года его убили. Да, там он успел лет 10 быть главой мафии. Его там, он деньгами камин разжигал. Значит, было у него там этого кэша миллиарды долларов, который был на наркотиках заработанный. Но в 42 года его до этого гоняли, как зайца, значит, спецслужбы США и в конце концов загнали и убили. Значит, но он пишет итог. Беребой и Штадлут на умножении вот этих вот усилий, значит, Н. Адам Миташер. Человек не может разбогатеть. Все, вот это вот его как бы вывод. Поэтому мы на этом сегодня пока остановимся. И поэтому мы перейдем к счастью. То есть работать нужно, безусловно. Работать нужно для того, чтобы обеспечивать себя. А дальше нужно молиться Всевышнему, делать добрые дела и привлекать браху благословения. Это надежный способ. И не забывать о том, что источник благословения это хорошее. Это почитать жену, делать добрые дела и так далее. То есть мы как раз с партнерами и спонсорами Вайкра мы изучаем способы разбогатеть по Торе, которые обучают любавические рэбы. По воскресеньям есть уроки именно на эту тему. Через добрые дела ты привлекаешь благословение на себя, получаешь много ресурсов, делаешь еще больше добрых дел. Это отличный способ, когда ты, как говорил царь Самон в притчах, он говорил так. Беркат Ашем Ита Ашир, благословение Бога, оно обогащает. Вен Эцев Има, и нету тогда грусти вместе с этим обогащением. Но любое другое обогащение, оно с собой несет огромный кусок грусти. Марбени Хасим, Марбе Дага, умножающее имущество умножает заботы. Все, и сегодня у нас 12 урок. 12 урок у нас сегодня, подождите, или 11 у нас сегодня? Да, 12 урок у нас сегодня. В книге мы параллельно изучаем книгу, которая называется «Хэппинес». Концепт Салмонов сказал, что мой хэлэк от всего, что я делал, мой удел и то, что реально в ней оставалось, это только ощущение радости, когда у меня что-то получалось. Это реальное счастье, и мы сейчас учимся, как получать счастье именно в чистом виде. Не через что-то, а в чистом виде. И 12 урок в этой книге называется «Искусство рефрейминга». «Искусство интерпретации». Рефрейминг – это изменение интерпретации. Значит, один из самых важных навыков для того, чтобы создавать у себя возможность радоваться и быть счастливым – это навык позитивного рефрейминга. То есть, позитивной интерпретации. И качество жизни, оно зависит от того, насколько человек умеет позитивно интерпретировать. События, ситуации, разные обстоятельства, они не являются причиной счастья или несчастья. События просто случаются. Ситуации просто происходят. Но причиной эмоциональных состояний является интерпретация того, что происходит. И для того, чтобы испытывать счастье, удовольствие, радость и так далее, нужно научиться позитивно интерпретировать то, что происходит. Например, когда вчерашний мой клиент, он говорит, ну да, были эти события, но я как-то в тот момент думал, что это не важно. Когда это происходило, я думал, что… И вот как раз та интерпретация, которая у него была, она обесценивала. Я говорю, а давай подумаем по-другому. Он говорит, ну секундочку, если я буду думать, что я там слишком этому радоваться, это как будто бы я горжусь. Вот у меня было, когда я попал там в 30 Форбса, то тогда, до 30 лет, то тогда я подумал, что я прямо все могу. И все мои следующие проекты, в которые я вступал, у меня все проекты прогорели. То есть я потерял все эти деньги, которые до этого заработал. Я говорю, именно поэтому не надо возгордиться, а надо сказать спасибо Всевышнему за то, что он дал тебе это счастье. И тогда ты радуешься не тому, что я смог, а тому, что как Всевышний дал мне такое благословение, которое я могу сейчас радоваться ему. То есть это все интерпретации, это все разные взгляды, это все разные описания. И он говорит, что тот человек, который описывает все негативно, то он себе создает негативные эмоции. Мастер позитивных рефреймингов, позитивных интерпретаций будет жить счастливую жизнь. Хио Ши, он или она будут позитивно описывать, интерпретировать события, ситуации и свой опыт. И создавать тем самым для себя прекрасную жизнь. Значит, например, он дает нам примеры вопросов. Какие вопросы? Вот, например, что-то произошло, да? Вот произошло, давайте возьмем там. Иран 200 ракет баллистических стрельнул по Израилю 1 октября. Он задает вопрос. Вот из Гуты Баутис. Что хорошего в этом? Ну, шикарно, у Ирана, во-первых, на 200 ракет меньше. Это вообще первый плюс. Каждая ракета, ну вообще у них стало на 200 ракет меньше. Второе, что хорошего в этом? Нет ни одного погибшего, что показывает, что Всевышний защищает. Третье, что хорошее в этом? Что эти 200 ракет стрельнули 1 октября по Израилю. Что очень много людей в это время молилось Всевышнему так, как не молилось до этого. Я был в бомбоубежище. Я как раз размещал, как молились, танцевали, пели. То есть это было очень большое пробуждение. Второй вопрос он говорит. How can I grow from this experience? А как я могу вырасти от этого экспириенса? Что я могу, что оно мне дает лично, да? Отлично. А что мне это дает? Это дает мне усиление веры во Всевышнего. Это дает мне возможность прославлять Всевышнего за чудеса, которые он делает. Это дает мне возможность понять, что вообще нечего бояться, потому что если 200 ракет упало и нет ни одного погибшего, значит Всевышний защищает. Третий вопрос. How can I find a long-term benefit from what happened? Как я могу найти какой-то долгоиграющий benefit, долгоиграющую пользу от того, что произошло? Ну что, просто буду теперь спокоен в любые события такие, которые происходят. Я буду спокоен, что мне не надо бояться. 200 ракет падает баллистических на Израиль и все остаются живыми. Чего волноваться? Зачем волноваться за какие-то мелочи, которые могут произойти, если даже такие крупные вещи хорошо заканчиваются? Вот характер, треть, can this help me develop? Какую черту характера это поможет мне выработать? Спокойствие, расслабленность, антистресс и так далее. То есть он предлагает здесь разные вопросы. Я сделал, кстати, в Академии счастья, на базе этого сделал один из своих уроков в курсе Мастер счастья. Тоже называется Позитивный рефрейминг. Там я привел 10 вопросов. Что веселого в этом может быть? То есть человек, который ставит себе цель интерпретировать ситуации в своей жизни в позитивном ключе, то он сможет это сделать в любом случае. Все, дорогие друзья. Всем всего хорошего. Чтобы Всевышний дал благословения всем хорошим, добрым людям в этом году. Чтобы мы успели до Йомки-Пура сделать много добрых дел. Чтобы мы прямо свет Торы запустили очень сильно. И я вам советую поделитесь уроками Торы, которые вас зацепили своими, значит, выводами, инсайтами с этого. И давайте молиться, чтобы наступил мир. Чтобы все злодеи поняли, остановились. Потому что, ну, войну ничего хорошего, кроме убийства, разрушений нельзя добиться. Чтобы хорошие, добрые люди, они жили в мире с другими хорошими, добрыми людьми. А все злодеи, чтобы каким-то образом волшебным или исправились, или были уничтожены. Все. Всем удачи, успехов и благополучия во всех хороших делах. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok